И быть благочестивым и довольным. Поясняю, почему только в бедности. Ведь если взять из нашего сотрудничества, никто не живет в бедности, а даже некоторые живут в богатстве. Надо научиться и в богатстве жить. Взять потеряющих, никто в бедности не живет. Взять барнаульских, за редким исключением живут тоже в богатстве. И не хотят сознательно быть бедными. Почему именно здесь только в бедности? Потому что бедность это означает, что ничего лишнего нету, а не то, что есть нечего. Это бедность. За чертой бедности, официально, сколько в России? Возьмите статистику. Они высчитали, сколько идет на одежду, на жилище, ЖКХ. И сколько людей, которые в бедности живут-то. Не мои данные. Заваливает за 60%, миленький мой. Какое же богатство увидели потеряю в Китае? Какое? В чем оно, богатство заключается? Ничего нет. Вот сейчас готовим к изданию, и у нас нет никаких грошиков. Только молитва есть. Молитвы богатые. Ничего нету. Нам никогда не издать. И что впереди было? Там же заплачено-то за книги миллионы, не просто так. Минимальная пенсия. Нет, Николай Георгиевич. Бедностью называется не то, что... Но они, что имели, продавали имение, имение были, имение, как помещики, и полагали к ногам апостолов. Что мы можем положить? Пенсию. Давно ли нам пенсии-то хватало? Ее не хватает, если взять. Люди живут, какие раньше жили дома обыкновенные, хрущевки даже, заплатить нечем. Их переселяют насильно. Бедность это и есть бедность. А богатые, а богатые, сколько вот там и есть. Гусинские и остальных, перечисляю, сколько есть. Вот они богато живут. Речь идет о миллиардах. Они где-то что-то закупают. У нас ничего нету. Нету. Я за всю жизнь имею только один ржавый велосипед, который вы мне ремонтируете. Как это не в бедности? Это бедность. Бедность это не нищета. Вы маленько слово не то поставили. Нищие? Нет, не нищие. Мы сытые. У нас все есть. И когда стали собирать на перевод алтайский язык здесь, айроты там как называют, ну и приезжал там человек, которому библейское общество до самой Камчатки туда есть. Ну и оказалось, что мы помогали больше всех. А почему? Жертвенность. Ничего нет у людей. А пенсия есть. Больше ты ничего не накопишь. Даже книги, которые надо, вот у меня берут и сколько времени не могут рассчитаться. У меня-то вообще ничего нету. Мне не давали работать. Если я работал в Латвии, она отошла в другое государство на море. Там ничего не дадут. А здесь прорабы меня отрубили по рукам. Все. Ну где вы найдете, в какой стране, чтобы говорили, имея образование, все, можно работать, как я, только в неведомостной охране того района, в котором живу. То есть, чтобы у милиции я был на глазах. Единственное, что я не сидел эти дни, которые между дежурствами. Я делал печи, 40 лет печи клал. Ну а кто другие? Ни у кого такого заработка не было. Но из этого заработка ко мне ни копейки не попадало. У нас сразу все нашло, чтобы людям дальше слушать Евангелие. Я начинал 50 книг. Покупаем слабые монетопоны, ремонтируем и дарим бабушкам. Везде собирались люди ежедневно и слушали. Златоуста, Библию, полностью жития святых, добротолюбие. Ну, 50 тому. И все это делалось, не считая себя нищим. Бедный? Конечно, бедный. Я одежду себе дал надежде жене. Почини рубашку. Она начала чинить-то. А где нитка цепляет, она вырывает все. Говорит, до рубашки уже 300 лет. Ну вы сами видели, что. Как? Господь дает. Вот я живу в здании, это я его не покупал. А почему? Когда был реабилитирован, я судился. 11 лет шел в суд и выиграл. Рассчитываться нечем. И вот, ну, за меня там мэр, прокурор, края-то выступили. Дома 13 соток. Но ими я вот в одной живу, а в другом храм. Какое богатство? У нас ничего лишнего нету. Мы не богатые. И не можем сказать, что нищие. Да, мы бедные. Павел говорит, мы нищие, но всех обогащаем. Павел говорил, у которого по нашим деньгам миллионы были. Отовсюду собирались. Ну, пришло ли в нашу утробу, это он говорит. Нет. Он собирал людям где-то. И мы сколько вот, допустим, с большим трудом я насобирал. А денег-то нету. Но идти сдать 38 томов разных книг, это в общей сложности мне обошлось в 55 миллионов рублей. А тираж тысячи, из них 650, только мы проехали, подарили библиотеке мира. Подарили. А сколько отдельно архиереям и другим? Нам остается не больше 20%. Вот так что к нам это никак не относится. Я вам отвечаю, мы бедные, но всех обогащаем, как Павел говорит. Вот так. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Игнатий Тихонович. Да. Можно вопрос? Да можно, конечно, Павел. Давай. А вот в Бытье, в Первое Бытье, 14 глава, когда... Сейчас, сейчас скажу. Когда был выгнан... А когда Авеля убил брат его, и Бог возвал за кровь... Так, сейчас, сейчас... Кайна. И дал ему наказание. И в 14 стихе написано. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мной, убьет меня. Ну, их же было всего лишь два брата, и он остался один. Как он, ну, как он мог знать, что кто-то его будет гнать? Ну, то есть... Так, Павел, 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 минутку. Сколько сегодня средний возраст у человека, в котором дети рождаются у него? Ну, в общем-то, со 60 лет считает уже старый. А они жили в 10 раз дольше нашего. У нас, если 90 лет живет человек, долгожитель, а у них 960, ну и 950. И все рожали и рожали. Дочери, сыновья, и они все по земле, по разным местам, кому где нравилось, туда и уезжали. Уходили. И вот он говорит, они встретятся, убьют меня. Бог дал ему знак. Трясовица называется. То есть он все время трясется. Трясется. Его как паралич хватило, вот как рука у Гитлера была после взрыва. Она все время дергалась. Так что ничего тут такого нету. А, то есть уже у него были братья и сестры. И братья и сестры. Так после этого, сколько еще людей народилось-то? Вот никто не знает, какая рекордсменка была женщина, фамилия ее Васильева. У нее было же рожденных ею 64 ребенка в России. 64 одна родила. У нее по 6, по 5 все время было. А ее даже имя нигде не указано. Только по мужу фамилия. И что интересно, когда она умерла, муж женился на другой. И у той тоже пошли дети рождают там по 4, по 5. Выходит, не только от женщин это зависит. Народу было много. Много было. И поэтому каждый мог увидеть, а то, что он трясется, его трогать нельзя было. Видишь, он от страха трясется. Он не мог с собой собладать. Бог дал знак трясовиться. Но об этом пишут святые отцы. Епископ Истарион об этом пишет. И Дух Божий носился над водою. Как толковать? Ну, носился, ветер дует. Нет. Вот как инженер, который задумает какой-то проект, он руки кладет на спину и ходит взад и вперед. Ходит и обновзговывает. Вот такое выражение здесь говорится. Дух Божий носился над водою. Даже задумаешься, это сказать нельзя. Как устроен человек, вершина творения. А которые перед ним тут были что? Какие животные, насекомые, растения. И все заложено для размножения, для питания, для сохранения себя. Из поколения в поколение. Так вот, нигде черепаха не женится на слоне. А то эволюция. Сразу было создано, кто курица или яйцо? Курица. Курица. Сбугрилась от земля, курица закудахтала. К вечеру петушок потоптался, снесла яйцо. Никакой эволюции не было. Если взять сердце, от первого Адама, Адам был рожден до сегодняшнего дня. Сколько лет? Говорит, тысячи там, требуется миллионы лет, чтобы человек в обезьяну превратился. От Адама до наших дней 7531 год. Всего. Запомни, 7531. Да как так? А так, не найдено ни единой нигде стоянки, которой первобытный человек якобы был. И чтобы там найдено было какое-то орудие труда. Нигде. Больше семи с полной тысяч лет нигде ничего нету. Все, царной обман. Ну а как Шарльз Дарвин? Шарльз Дарвин был церковным старостой до самой смерти. Все ложь. Он говорит, я никогда не говорил этого. Он только говорил, что если бабочка поселилась там, где смог, в Лондоне, она из белой постепенно делается серой. Окраску меняет. Больше всего. Вам ясно? Благодарю, дядя. Аллилуйя. Так, что-то тут некоторые скрипят и не слышно. Давайте, что есть у кого? Я сейчас готовлю, корректурой занимаюсь. Вот которые мои проповеди с 10-го года, после этого я ничего не издавал-то. И проповеди, это где-то 700 проповедей. И надо их превратить в буквенное, в ворде. Ну где-то 34 человек уже помогают. Но они там непонятные слова бывают, корректуру никто не сделает. Почему? Потому что я хозяин проповеди. И я могу там целость выбросить строчки, чтобы понять, что там было написано. А не вопросы просто ставят или другим светом. Вчера я уже скинул первые 10 роликов, обработал Вячеславу скидываю. Он будет формировать. Вот готовили мы, думали, что создадим проповеди во свете Святой Библии. Ну не меньше тысячи страниц в каждом томе. 5 томов. Но сейчас ясно видно, что в 5 не вмещаемся. Речь идет уже почти о 5 миллионах, чтобы заплатить. Вот наше богатство. Богатые кто, давайте, помогите выкупить. Почему я должен все на себя брать все время? А то подари мне. И так вот сколько вышло книг-то, и почти все подаренные. Мало таких вот охотников, чтобы было. Ну и значит и награды твоей там не будет. Вот сейчас самый момент. Выходите на Елену. И скажи, мне нужно вот это. Сверху приложи что-то. К истину православия можно выписать до 9 экземпляров. А они по 3 запечатаны в пачке. Чтобы у вас было кому-то отдать. А можно дарить? Можно, если ты купил. А на десятину можно. Но только дарить можно священству. Больше никому. Но заплати сначала. И как только получили что-то. Три фотографии с книгами. Ну правила наши такие. Вот так. Сейчас я буду опять заниматься. Сколько накидали. Я их принимаю. Да бывает повторы. Ну ладно там Деворы другие взялись подправлять. А как? Потому что снимали с разных сторон. Не один человек снимает. И разные номинования. И мне очень трудно определить. Было не было. Хотя я веду таблицу. Таблицу в алфавитном порядке. А Елена записывала. Она выставила. А каких у менять у нее-то? Как определить-то? Ну вот я все данные выдаю Деворе. А она там будет. Может кто-то поможет ей. Она уже нашла пять человек. Которые по одному взяли уже файлу. По одной проповеди. Уже над ними работают. Пускай бы каждый так сделала. А она сделала. Ну. Труженики Господни. Вопросы? Ну если ничего нету, дорогие мои, я отхожу. Вот. Ну.